Всем здравствуйте! В этом ролике я хочу показать вам многие или большинство, скажем так, деревьев, которые я посадил на придомной территории нашего дома, нашей пятиэтажки. Причем речь в основном пойдет о фруктовых деревьях и кустарниках. Начну, наверное, с вот этого вот дерева. Это шелковица, которая была посажена, если не ошибаюсь, в 2015 году. Это сеянец. Это, оказалось, дерево шелковица белое, то есть белые плоды она дает. Как видите, дерево довольно большое, уже неоднократно давало плоды. Вкусные, сладкие, мне очень нравится. Эта шелковица дает плоды и дает тень во дворе. Дальше буду снимать в режиме нон-стоп. Вот эта шелковица, в нескольких метрах от шелковицы, вот это черешня. Черешня на ВСЛ-2 растет не очень активно, потому что поражается тлей. Я борюсь с тлей, но дерево не сильно растет. Плюс дети сломали, вот видите, центральный проводник сломан. То есть буду весной уже что-то решать с этим деревом, что с ним делать. Вот эта яблонька немножко не так растет, как я хочу. Это яблонька привита на сеянец. Это летнее яблоко. У меня дома на родине, но оно называется яблоко ячминка. То есть это такое вкусное, сладкое летнее яблоко. Небольшое по размеру, но очень вкусное. Очень хорошо идет на сушку и для употребления в сыром виде. Дальше абрикос, сорт запорожец. Так, давайте солнце снимаем, не очень хорошо. Сорт запорожец, вот такое вот дерево. Позапрошлой весной посадил, активно растет. Прижилось, надеюсь, на урожай первой сигнальной в этом году. И вот еще одна слива, уникальная слива. Скорее всего, какая-то народная селекция. Очень сладкая, вкусная, летняя урожайная слива. Правда, здесь вот сделали площадку, автомобильную стоянку точнее. И придется эту сливу пересадить. В скором времени этим делом займусь. Следующее дерево абрикос. Абрикос, сеянец. Когда посадил, не помню. Ну, ему лет пять как минимум. Уже давал сигнальные урожаи. Очень хороший, сладкий. Не крупный, но урожайный. Дальше вот это перга. Здесь вот целый ряд ирги. До туда будет ирга. Ирга. Дальше слива. Кабардинская. Сигнальный урожай. Вкусная, сладкая, крупная. Дальше. Яблоня. Яблоня неизвестный мне сорт. Осеннее яблоко. Очень вкусное. Привил на сеянец, который здесь появился. Неизвестно когда. Вот эти вот раз, два, три побега. Это все привитые почки. Они дали побеги. Пускай перезимуют. Весной уже буду определяться. Что-то одно. Оставлю все остальное и удалю. И буду формировать уже яблоню. И дальше черешня. Черешня тоже неизвестный сорт. Но очень вкусная, поздняя черешня. Хрустящая и сладкая. Привита на вишню антипку. Очень активно растет. Вот такое вот дерево. Уже попадало в объектив моей камеры. Супер. Опять абрикос. Опять сеянец. Посадил 4 года где-то тому назад. Уже были сигнальные плоды. Был уже урожай в этом году. Небольшой по размеру абрикос. Но очень вкусные плоды. Ну вот я вам рассказывал о удачных посадках. Вот неудачная посадка. Привил грушу. Пересадил. Почки не прижились. И дерево очень плохо растет. Поэтому вот так. Следующее дерево. Некондиционный подвой был. Алычи. На алычу привил другую алычу. Сортовую. Что-то а-ля комета. Очень нравится. Вкусные сливы. Ну пока что дерево растет. Как бы непонятно. Вроде бы все с ним хорошо. Дальше слива. Слива. Венгерка. Не обрезал в этом году. Немножко загустела она. Забуянила. Но не проблема. Этой весной это все поправимо. Пока что мне эта слива нравится. Вот здесь. Что-то росло и не мог понять что. В этом году появился урожай. И я знаю что это такое. Это. Сейчас покажу что это. Что это. Да. Терн. Он не нужен. Поэтому я его удалю. Хотя ягоды вкусные. Дальше. Слива. Слива. Тоже венгерка. Тоже не обрезал этой. Весной. Нужно обрезать. На следующую весну. Здесь. Вот здесь такая. Как бы тропиночка. Не тропиночка. Это клумба. Но просто трава. Здесь срезал. В прошлом. Позапрошлом году. Сливу венгерку. Но она. Дала вот молодую поросль. Буду уже в этом году. Оберегать ее. Чтобы. Не дай бог. Опять не срезать. Венгерка. Здесь посадил. Грушу. Вот такая груша. Выросла. Вот столько в этом году. Пускай растет. Здесь. Привитая яблоня. Какой сорт. Так. Я не знаю. Честно вам скажу. Не знаю какой сорт. Но что-то вкусное должно быть. Здесь у меня растет. Здесь у меня растут. Сиенцы яблони. Вот видите. Сиенцы яблони. Я на них должен сделать интеркалярную вставку. А потом на эту вставку уже привить что-то сортовое. А вот здесь я хочу посадить яблоню. Позавчера выкопал немного яму. Уже стемнело. Вчера был дождь и снег. Думаю завтра я продолжу эту работу. Слива. Не знаю что за сорт. Но очень похоже на стенлей. Активно обрезаю. Активно дает плоды. Очень хорошие, вкусные и много. Мне ну очень нравится. Слива эксперимент. Вот одна слива. Я ее не обрезал только. Сделал одну обрезку какую-то. Но слива зарастает очень сильно. Поэтому обрезать нужно. Еще одна слива экспериментальная. Тоже без обрезки. Поросла сильно. Дает хорошие плоды. Но все-таки нужно обрезать. И вот здесь шелковица. Шелковица полученная методом черенкования. Черная, вкусная. Растет исходник. Рядом с городом Рыбны. Там взял черенок. Как бы дал корень черенок. Здесь посадил. Уже два года дает сигнальный урожай. Вот такая вот шелковица. В будущем вот эта вот яблоня. В аварийном состоянии будет срезана. Здесь будет очень много света. Как результат эта шелковица. Будет чувствовать себя здесь очень хорошо. Опять слива посаженная в тот самый день. Что и предыдущие три сливы. Но все сливы должны были быть разного сорта. Но на самом деле они практически все одинаковые. Слава богу, что хоть обманули нормально. Потому что эта слива сладкая, вкусная, крупная. Дальше. Шелковица. Шелковица посажена уже взрослым деревом. Которое плодоносило. То есть я ее так пересадил. Срезал на пенек. Вот так. Это все выросло уже здесь. Шелковица кандидат на удаление. Потому что плоды мелкие. С кислинкой. Много правда. Но посмотрю еще один год. Посмотрю, что будет с этой шелковицей. Рядом с шелковицей абрикос. Не я садил. Но если шелковица разочарует. Будет расти абрикос. Дальше. По ряду. Вот эта шелковица. Сенец. Посажена мною. Обрезается. Как видите, сформирована очень хорошо. Буду ждать сигнального урожая. Дальше идет. Нужно обрезать, смотрю. Это горький дикий миндаль. Еще не цвел. Жду, когда зацветет. Потому что горький дикий миндаль. Это не про орехи, которые можно есть. А про подвой для... Хороший подвой. Хороший подвой для персика. И еще один горький миндаль. Он тот же день посаженный, что и предыдущий. Но его срезали случайно. Поэтому он как бы вот такой маленький. И еще одно дерево. Это платан. Который я выращивал с вот такого масенького растения. В этом году вот что выросло. Вот все, что выше пальца. Это голопобеги. Постепенно, не очень сильно, но платан растет. Чему я, конечно же, очень сильно рад. Вот это дерево, это напоминание того, как меня бессовестно обманули. Мне это дерево продали как шелковицу. Я тогда еще не знал, что даже по корням можно отличить шелковицу от обычного дерева. Это не плодовое какое-то дерево. Не шелковица. Поэтому оно будет удалено. А вот рядышком я посадил шелковицу. Тоже сейнец. Она растет активно. Жду сигнального урожая. Еще одна шелковица. Тоже сейнец. Черного цвета. Уже был сигнальный урожай. Пока что мне более-менее нравится. Но как бы этот и следующий год покажут, что из себя это дерево представляет. Но черная шелковица так всегда хорошо. Слива. Это из всех слив, которые все одного сорта. Она еще не цвела. Плодов не давала. Поэтому в этом году ожидаю. Потому что вижу много плодовых образований. Жду эту сливу. Солнце уже садится. Поэтому прекращаю съемку. Потому что будет серая картинка. А потом будет вообще темно. Но я вам показал где-то 80% всех деревьев, которые я посадил на придомной территории нашего пятиэтажного дома. Меня часто спрашивают, как у вас вообще деревья себя чувствуют. Потому что много людей ломают. Там пятой, десятой выкапывают. Скажу так. За эти годы у меня буквально там единицы деревьев, которые повредили дети в основном. Случайно или не случайно. Дальше краж деревьев ни разу такого не было. Не знаю. Возможно это такая как бы менталитет людей, которые проживают в западной части Украины. Что плодовые деревья, да и вообще деревья не нужно как-то там вредить, ломать, выкапывать, воровать и так далее и тому подобное. Вот такое вот видео. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok